Здравствуйте! Вас приветствую! Дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. К дождям на этой неделе пермики были готовы. Но кто-то 18 июля лишь на несколько минут зонт открыл, а кому-то пришлось устранять последствия разгулявшейся стихии. Среди лета. Ужас, ужас. Все цветы, все в хлам. А вот Олеся Девяткова поделилась с нами при забавнейшем видео, которое она сняла на улице Левченко. Это что там такое происходит? На тротуаре. Да ничего особенного. Просто кошка едет поверхом на собаке. Не оставим мы вас и без телезрительского кадра дня. Он у нас нынче от Надежды Хлудовой. Ну а вдохновила ее необычно выросшая трава. Вот браслет или колечко. Примастились у крылечка. У природы много их. Изумрудов травяных. Подземный переход в рабочем поселке по-прежнему в ожидании капитального ремонта. Тем временем со стен продолжает отваливаться штукатурка. А некоторые листы поликарбоната, которыми обшит навес, постепенно приходят в негодность. Но есть и такие, которые представляют опасность для тех, кто спускается в переход. Сейчас на улице более-менее безветренно. А в ненастную погоду этот обломившийся угол болтается из стороны в сторону и в любой момент может полететь вниз. Главное, чтобы в это время никто под ним не проходил. Но можно ведь исключить такую ситуацию, просто-напросто демонтировав поврежденный фрагмент. Апрельский городской субботник этого года мы, видимо, никогда не забудем. По крайней мере, пока не закончится долгоиграющая коммунальная история напротив детского сада, что на инженерной 3. Сначала мы снимали сюжет о мешках с мусором, которые оставили рядом с пешеходной дорожкой. Потом их убрали, но при этом оставили часть мусора и бытовых отходов. Потом точно такие же обнаружились на обочине, рядом с проезжей частью. Через некоторое время их тоже убрали. И вот сейчас, после того, как здесь скосили крапиву, объявились следующие. Несколько мешков все с той же прошлогодней листвой. И когда они уже закончатся, непонятно. Такое ощущение, что коммунальщики просто растягивают удовольствие, когда наводят порядок на этой территории. С погоды дежурство начали, погоды его и заканчиваем. Сравнивая нынешнее лето с незабываемым летом 2017 года. Тогда в июле дождями нас было не удивить, ведь они шли практически каждый день. Далеко не все пермские ливневки справились с тем количеством воды, которое выпало в выходные с небес. К примеру, в микрорайоне Юбилейный местные жители наблюдали самый настоящий водопад на ступеньках. Ну а видео нам прислал Стас Голев. Но лужи попали не только в коммунальные истории, но и в телезрительский кадр дня от Андрея Пестунова. Когда идет дождь, на улице прохладно. А когда выглядывает солнышко, становится тепло. Вот некоторые от жары именно так и спасаются. По желаниям хорошего настроения в любую погоду заканчивается наше сегодняшнее дежурство. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8 951 952 02 22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok